Пульс Города Что же такое страйкбол? Для кого-то это просто игра взрослых людей, которым не хватает адреналина. А для кого-то это целый образ жизни. Я встретил много ребят, которые живут всем этим и рассказывают захлеб о будних страйкболистов. Адреналин, спортивная подготовка и просто интересное времяпрепровождение. Что же может быть лучше? Чингис, расскажите, что вообще сегодня за мероприятие такое, более подробно. Я так понимаю, вы организатор данного мероприятия. Расскажите, что сегодня ожидать, что сегодня прям ждать. Сегодня у нас, мы подводим итоги этого года. За этот год, в федерации уже по сути год. Мы провели уже три игры. Это открытие сезона, суточные игры и турнир. Так, сегодня вот у нас закрытие сезона. Мы подводим итоги. Так сказать, некие обсуждения моментов будут по поводу поездки в Казахстан. Мы удачно съездили на открытие, закрытие сезона. У нас есть свой лозунг, это игра друзей. Мы всегда всем рады. И наше сообщество растет. За этот год мы прибавили плюс 60 человек где-то. Потому что подобные игры мы когда проводили, вообще страйкбол когда зарождался, это в далеком девятом-восьмом году, собирались максимум 10-12 человек. Сегодня на открытии сезона мы собрали 250 человек. Вот что насчет возрастной категории данной игры? Возрастная категория, я так скажу, у нас совершеннолетие. Самый старый игрок у нас, ему 52 года приезжал человек. То, что для мужчин, не согласен, потому что, обратили внимание, здесь очень много девушек, жен, страйкболистов. Они все задействованы, бывает, даже берут с собой детей. Если вкратце, вот у вас прошли соревнования с Казахстаном. Как они прошли, на каком уровне они прошли, вот лично для наших бойцов? Казахстан мы съездили, я считаю, отлично. Открытие сезона мы провели отлично. Последний раз, вот, когда мы, получается, две недели назад, две недели назад мы присутствовали на закрытии сезона. Разница казахстанского страйкбола от нас, это в количестве на данный момент. Ну, я считаю, эта задача нам доступна в ближайшем будущем, довести до 300 человек. Мы ставим сейчас такие задачи, цели на следующий сезон и будем над этим работать. В основном, ну, ничем не отличается, потому что правила, в основном, в странах СНГ, они одинаковые. Что вы ждете от игры сегодня? Ну, я лично жду хорошего настроения, чтобы все действительно получили удовольствие, вот, оценили труд наших организаторов. Ну, и, естественно, наверное, к ульминации вечера, это будет, наверное, вкусный плов. Сегодня мы с вами играем по терминатору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Больше всего я был удивлен огромному количеству девчонок, участвующих в игре. Скажу больше, они ни разу не уступают мужчинам. Итак, представьте, пожалуйста, какой у тебя позывной? Пандора. Здрасте. Пандора, отлично. Ты одна из немногих, наверное, девчонок, которые сюда приехали. Вот расскажи, что сподвигнуло? Ну, во-первых, сам адреналин, да, то есть ощущение самого адреналина, когда получаешь, это, конечно, привлекает людей. Во-вторых, наверное, с самого детства я тоже мечтала быть когда-то военной. Одно из, так скажем, исполнений, так скажем, нашей, моей мечты. Ну, здорово, здорово. А если не секрет, вот в обычной жизни, не считая всей этой войнушки, чем ты занимаешься? Я работаю на госслужбе, начальником отдела. А было такое, что вот начинается что-то там по работе, там, я не знаю, подчиненные косячат, берешь привод и как давай их расстреливать? Нет, я как раз-таки начальник такой хороший. У меня нету такого, чтобы взять и кого-то расстрелять. Эх, то есть расстреливаешь ты исключительно на полигоне, исключительно противника? Только на полигоне, больше нигде. А вообще было такое, что там травмы, больно или еще что-то, то есть, ну? Ну, всего лишь один раз я получила, так скажем, пульки в ногу, сблизи. И кровище, конечно, было, но терпимо, жить можно. Скажи, вот вообще для девчонок, то есть, ну, есть такое, что какое-то неравенство полов или еще что-то в этом духе? Или все-таки все равны, то есть, вот на полигоне все равны? Здесь сама игра, да, страйкбол, игра друзей. Здесь не делится на какие-то эти, на мужской и женский пол. Каждый боец считается, как бы, членом команды, поэтому все должны быть наравне. А вообще, как думаешь, вот для нашей страны, для нашего города, насколько вообще это интересно, привлекательно, вот, то есть, для молодежи, для более взрослого поколения? Ну, это, видите, у нас, как бы, сама игра, она, как бы, только вот разгоняется, да, так скажем. И, скорее всего, для всех будет очень интересно. По крайней мере, те люди, которые у меня интересуются, у них прям такой здоровый, живой интерес есть. Отлично. Спасибо тебе большое, Пандора. Я надеюсь, вам сегодня повезет с вашей командой. Какой у тебя позывной? Мой позывной Перс. Я из команды Осен Ворон. Доблестный команды Осен Ворон. Отлично. Я так понимаю, сегодня ты приехал на закрытие страйкбольного сезона, правильно? Все верно. Отлично. Вообще, что ожидаешь от игры? Море дирайва, адреналина, много шаров. Надеюсь, без переломов. А вообще, насколько травмоопасна игра? Просто вот многие из наших зрителей не знают, что это вообще, с чем это связано. И насколько вообще это травмоопасно, насколько это опасно и насколько это интересно? Ну, как и все в виде, скажем так, экстремального спорта, это может быть травмоопасным. То есть, можно получать травмы, если быть неаккуратным. Тем не менее, ребята все ходят в наколенниках, в берцах, чтобы там вдруг не подвернуть ногу, не сломать и так далее. Тем не менее, мы бегаем, мы под ноги не смотрим. Здесь ландшафт достаточно агрессивный. То есть, там камни, провалы и прочее, и прочее. Бывали случаи, когда люди падали, что-то ломали себе и так далее. От выстрелов это не так страшно. То есть, могут оставаться там маленькие царапины или синяки, но это не так страшно. Понятно. Слушай, вот сегодня мы прям наблюдали, очень много приехало девчонок, которые точно так же экипировались, то есть, они подготовлены. С девчонками всегда все на равных. То есть, нету вот этого вот неравенства полов, то есть, там, что женщины, слабый пол? Нет, никакого. Ну, по крайней мере, у нас в команде такого нет. Да, и как бы, ну, да, когда мужчины, я думаю, видят, что перед ними сидит женщина, они стараются либо не стрелять, либо стрелять поаккуратнее, чтобы не попасть, как бы, в открытие части тела. Тем не менее, все на равных. Девчонки тренируются наравне с нами, ходят наравне с нами, с такими же приводами фактически, то есть, 3-4 килограмма весь день. Все наравне абсолютно. Ну, расскажи вообще о своей экипировке. У меня привод лимитированная серия ICS-CXP Mars. Это вот один из тысячи штук, выпущенных в мире. Я сам лично занимаюсь их ремонтом и тюнингом. Он у меня натюнингованный, нашпигованный. Что еще могу сказать? Я бегаю с камерами, я снимаю геймплей, поэтому у меня здесь камера, которая снимает полет шара, селфи-камера и камера на голове. Так, ну, здесь как бы стандартный, а кок четырехкратный. А насколько вообще давно занимаешься всем этим? Насколько для тебя это все интересно? То есть, это как образ жизни или же это все-таки некое развлечение? Это, ну, в первую очередь, это хобби, но я очень быстро затянулся в это дело. Уже занимаюсь этим, если не соврать, наверное, четвертый, а то и пятый год. Это очень быстро превратилось в образ жизни. То есть, если мы не играем, то мы о страйкболе разговариваем. Если мы спим, то нам снятся сны о страйкболе. Ну, а в свободное время я еще и ремонтирую страйкболистов. Половину страны, можно сказать. Так что, да, это по большей части превратилось уже в образ жизни. Работаем! Сколько за них? Он за кустом! Подводя итоги нашего выезда, можно сказать одно. Это было очень круто и интересно. К большому сожалению, наша съемочная группа не смогла остаться до окончания игры. Но я не смог удержаться от соблазна и все-таки доиграл до конца. Битва закончилась дружеской ничьей. Поразила дружелюбность и сплоченность всех участников игры. Оставайтесь с нами и следите за новыми выпусками. С вами был Никита Тогунов. Пока-пока!